Всем привет! Смотрите как восстановить данные с разрушенного RAID массива в результате нерабочего контроллера DEL PERC H310. Как восстановить данные с ASDisk'ов. Контроллер является ключевым компонентом в организации и управлении вашим RAID массивом, и когда он перестает работать, это может привести к серьезным последствиям. Когда контроллер выходит из строя, ваш массив теряет свою роботоспособность и доступность к данным. Возможные причины выхода контроллера могут быть разными – аппаратные сбои, повреждения, неисправности или даже неправильные настройки. В результате вы можете столкнуться с потерей доступа к важным файлам, документам или медиаконтенту. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не отчаивайтесь, так как существуют методы и инструменты, которые помогут вам справиться с этой проблемой и восстановить доступ к данным. Далее мы рассмотрим случай, когда проблемы возникают из-за неработающего контроллера DEL PERC H310 и как достать данные с разрушенного RAID. Итак, вы проделали все шаги и уверены на 100% что дело именно в контроллере. Если дело не в контроллере, ничего страшного, дальнейшая инструкция подойдет для любого сценария потери информации из дисков. Для общего понимания процесса восстановления давайте рассмотрим как создать RAID на данном типе устройства. При создании дискового массива мы рассмотрим настройки, что могут понадобиться в процессе восстановления. Для того чтобы создать RAID нужно зайти в BIOS контроллера. Для данной модели нужно нажать сочетание клавиш Ctrl плюс R. После инициализации оборудования откроется окно BIOS. Здесь во вкладке менеджер виртуальных устройств выведите подключенные накопители. Для создания нового массива нажмите клавишу F2 на клавиатуре. Затем выберите создать новый виртуальный диск. В открывшемся окне менеджера виртуальных дисков выберите уровень RAID. Для навигации используйте клавиши со стрелками, а также Enter и Tab. Для установки отметки напротив диска нажмите пробел, выберите уровень, отметьте диски, укажите имя виртуального диска. Если нужно укажите дополнительные параметры. Обратите внимание на параметры вашего массива, далее они могут понадобиться в процессе восстановления. Для подтверждения переместитесь на кнопку OK и нажмите Enter. В результате вы увидите окно с предупреждением о том, что все данные на дисках будут удалены. Нажмите ок для подтверждения. После начнется процесс инициализации. По завершению перезагрузите систему. RAID готов к работе. Итак построение мы рассмотрели и запомнили параметры RAID массива. Теперь рассмотрим восстановление. Как я уже говорил ранее при выходе из строя контроллера массив теряет свою роботоспособность, а в результате вы теряете доступ к данным. Для того чтобы восстановить работоспособность RAID вам понадобится точно такой же контроллер, который позволит собрать разрушенный RAID со старой конфигурацией без потери данных. Также вы сможете попробовать использовать другую совместимую модель контроллера, которая сможет подтянуть стороннюю конфигурацию и восстановить RAID. Но прежде чем приступать к данным действиям вы должны полностью изучить данный процесс. Так любой неправильный шаг может еще больше усложнить процесс восстановления. Если возможности заменить контроллер у вас нет или с его помощью вы не смогли собрать разрушенный массив, воспользуйтесь специализированной программой для восстановления – Hetman RAID Recovery. Утилита поддерживает все популярные типы RAID, большинство файлов систем и различные типы построения массивов. Большого количества моделей RAID контроллеров. Для восстановления данных вам потребуется подключить диски к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Если это SAS диски, вам потребуются специальные платы и переходники или к примеру HBA контроллер, который позволяет подключать диски напрямую без использования технологии RAID. При подключении дисков с помощью RAID контроллера, который поддерживает прямое подключение накопителей для переключения в BIOS режим NON RAID нужно очистить старую конфигурацию, что в результате может усложнить процесс восстановления, так как затрет начало диска, а именно служебную информацию для определения параметров RAID. HBA контроллер позволяет подключить диски напрямую без очистки RAID конфигурации. После подключения накопителей проверьте, видит ли программа все подключенные накопители. Если отображается лишь их часть, откройте управление дисками и посмотрите список, который отображается в системе. В том случае, если система не видит всех накопителей, придется подключать их по одному и делать образы дисков, а затем производить восстановление с образов. Для создания образа диска кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить диск». Убедитесь, что здесь установлена отметка полного сохранения. Далее «Сохранение на жесткий диск» и укажите путь, куда сохранить образ. Здесь также можно указать сетевую папку «Сохранить». Сохранив образы каждого из дисков, нужно смонтировать их в программу. Нажмите меню «Сервис» «Монтировать диск», «Раб образы», «Отметьте накопители» и нажмите «Открыть». В результате программа, как и с физическими дисками в автоматическом режиме соберет из образа в RAID в автоматическом режиме. Выделите его и проверьте внизу параметры, правильно ли удалось программе его собрать. На этих параметрах мы останавливались в процессе создания массива. Если программа правильно собрала массив, кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите здесь «Открыть». Укажите тип поиска, быстрое сканирование или полный анализ. Для большинства несложных ситуаций достаточно будет быстрого сканирования. Как видите, программа без труда собрала RAID из сохраненных образов в SAS дисков и нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве. Также она нашла и те, которые ранее были удалены, они здесь отмечены красным крестиком. Их содержимое вы видите в окне предварительного просмотра. Выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите путь, куда их сохранить. Диск и папку «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. В некоторых ситуациях программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не сможет определить параметров разрушенного RAID. Для таких случаев в программе реализирована функция ручного построения с помощью RAID конструктора. Данная опция поможет собрать RAID, если вы очистили стороннюю конфигурацию, затерли начало диска. Для такого построения вам нужно знать параметры RAID. Откройте конструктор. Создание вручную. Далее нужно указать параметры. Уровень RAID. Порядок блоков. Их размер. Добавить диски, из которых он состоял. В некоторых ситуациях потребуется указать смещение, по которому находится начало диска. Затем укажите порядок накопителей. Заполнив все известные параметры ниже, вы должны увидеть RAID. Если параметры указаны верно, развернув его, должны отображаться папки. Нажмите добавить, после чего он сразу же появится в диспетчере дисков. Далее запустите анализ, выполните поиск файлов и восстановите нужные. Восстановление данных при выходе RAID контроллера из строя задача требующая особого внимания. Если вы не уверены в собственных силах, все же лучше обратитесь к профессионалам. Любые неправильные действия могут окончательно затереть оставшуюся информацию на дисках. Я надеюсь, что наши рекомендации и советы помогут вам вернуть доступ к важной информации и минимизировать потери. А на этом все. Надеюсь данная информация была полезна для вас и помогла восстановить ваши данные. Не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok